Доброе утро, уважаемые коллеги! Рада вас видеть. Итак, начинаем наш второй рабочий день и поговорим, что у нас ждет в ближайшем будущем. Первое. Мы ожидаем регистрацию в Российской Федерации нескольких препаратов. И одним из препаратов является пембролизумаб. Он будет зарегистрирован, ожидается уже подача, произведена регистрация при мелкоклеточном раке легкого во второй и далее линиях лечения. Рак почки. Вчера тоже это звучало сообщение. Первая линия пембролизумаб с эксценизимом. И опухоли головы шеи, как в сочетании с химиотерапией, так и без сочетания в монотерапии, в зависимости от СПС. И очень коротко остановимся на основании каких исследований было подано на регистрацию данные препараты. Пембролизумаб у предлеченных уже пациентов с мелкоклеточным раком легкого. В общем-то мы считаем, что сейчас происходят достаточно большие изменения в лечении этих пациентов. Метастатическая форма вторая линия. И пембролизумаб показал, что есть выигрыш как безрецидивной, так и в общей выживаемости у этих пациентов. И он может назначаться в монотерапии во второй линии. То есть мы будем ожидать регистрации уже в ближайшем будущем. Рак почки. Вчера тоже это звучало. И сочетание пембролизумаба с эксценибом в первой линии терапии на сегодняшний день признано в мире новым стандартом лечения этих пациентов с раком почки. Голова шеи. Опухоли головы шеи. Были сравнительные исследования. Исследование пембролизумаба против использования химиотерапии с цитоксимабом. Тот стандарт, который обычно используется. Так вот, есть выигрыш в терапии пембролизумабом с химиотерапией по сравнению со стандартным химиотерапией плюс цитоксимаб. Как при СПС больше 1%, так и больше 20%. И есть выигрыш в общей выживаемости у пациентов и в безрецидивной выживаемости. Ожидания какие по поводу неволумаба? Эта регистрация ожидается для лечения пациентов раком желудка. Раком желудка, причем во второй и более линиях лечения. Да, это определенная категория пациентов, достаточно тяжелых пациентов. Но тем не менее, отмечают многие клинические онкологи, что больные, может быть, по продолжительности жизни они живут и столько, но они живут сейчас с лучшим качеством жизни благодаря современным препаратам. И вот исследования, которые стали основанием для регистрации неволумаба, для лечения пациентом раком желудка, здесь представлены медиана наблюдения составила, видите, достаточно большая, 28 месяцев. И общая выживаемость у пациентов, она меньше года, но эта медиана все-таки 8,5 месяцев, а порог 12 месяцев пережили 44% пациентов. И исследование, о котором вчера Гульфия Медхатовна рассказывала, неволумаб против плацебо, правда, это было у азиатской популяции, показало тоже выигрыш по сравнению с плацебо, как общая выживаемость в течение 12 месяцев и двух лет есть однозначный выигрыш при применении неволумаба. И, конечно, мы всегда ориентируемся на маркеры, какой маркер может быть предиктивным для того, чтобы определить ту группу пациентов, у которых выигрыш будет более значимый. И здесь имеет значение определить PDL, уровень экспрессии этого маркера, для того, чтобы прогнозировать эффективность лечения у пациентов раком желудка. И что мы еще, конечно, ожидаем, это отечественный препарат, первый отечественный препарат, PD-1 ингибитор, пролголемаб, который уже прошел клинические исследования второй фазы. И ожидаем, что он в ближайшем будущем получит регистрацию в Российской Федерации. История разработки этого препарата, она уже насчитывает достаточно немало времени. И последние вот четыре года достаточно интенсивные идут работы. И хочется сказать, что еще раз подчеркнуть, что это все-таки наш первый отечественный препарат. И в его название, в его название, пролголемаб, вложено имя создателя этого препарата, Ольги Владимировны Гончаровой, которая сделала достаточно много для того, чтобы этот лекарственный препарат существовал. И здесь нужно, конечно, отдать дань должное компании Биокат, которая вот пришла к такому заключению. Следует сказать, что результаты исследования второй фазы были представлены на АСКО в виде постерного доклада. Последние данные были доложены на Белых ночах. На них присутствовал директор Большого института Гостава Руси из Парижа Александр Эгермунд. И это вот слайд из его презентации. Я хочу вам его показать, что наравне с теми препаратами, которые уже зарегистрированы в мире и нашли свое практическое применение, написан и среди новых пролголемаб. Причем он очень интересно его произносил на русский лад. Но то, что это прозвучало у иностранного спикера, такой большой значимости, я думаю, что это, конечно, достаточно важно. Это было вот в этом году на Белых ночах в июне этого года в Санкт-Петербурге. Поговорим несколько о пролголемабе, что это такое. Да, это тоже ингибитор антипедиа-1, но он несколько отличается от тех препаратов, которые уже зарегистрированы от пембролизумаба и от неволумаба. Дело в том, что он относится к моноклональной теле, но не G4, как вот два предыдущих неволумаба, пембролизумаб, он относится к G1, и у него есть лаломутация. И вот эта лаломутация обуславливает несколько специфический свой характер. Он не связывается с рецептором FC-гамма-Р1, в отличие от G4-антител. И поэтому здесь сохраняются активированные в большем количестве активированные Т-клетки. А вот этот рецептор, что это такое, FC-гамма-Р1, это рецептор, который играет очень большую роль в запуске аутоиммунных реакций. И связывание вот этого рецептора с моноклональным антителом ведет к тому, что подавляются Т-клетки и ведет это к развитию аутоиммунных реакций. И связывание антител антипеди-1 с этим рецептором приводит к снижению противоопухолевой активности. Поэтому здесь можно сказать, что по активности своей препарат протгалимаб, он имеет идентичную активность практически. Но несколько мы обратили внимание, нежелательные явления были выражены в меньшей степени. И была определенная характеристика, несколько больше, может быть, было выявлено эндокоренопатии. В принципе, препарат переносился достаточно удовлетворительно. Исследование, которое прошло миракулом, оно проводилось у пациентов на категории с меланомой. И пациенты могли получать предыдущее лечение. Ну и исключались, конечно, моноклональные антитела, антипеди-1, 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 антипеди-4. И сравнивалась дозировка протгалимаба в дозе 3 мг на килограмм веса и 1. Больные получали лечение до непереносимой токсичности. Или, если у них была реакция, позитивный ответ, то в течение одного года лечения. И какие пациенты были включены, какая характеристика основная. Обращу ваше внимание, что немаленькая категория пациентов, это вот 44% были пациенты, КОК их был более или равно одному. То есть такая более тяжелая категория. Обычно клинические исследования включают, вы знаете, что удовлетворительное состояние пациентов 0 или 1. У 19% пациентов почти пятая часть пациентов имели поражение головного мозга. И поскольку это было отечественное исследование, конечно, у нас включались пациенты, которые получали и достаточно много предшествующих линий терапии, более 2, это вот около 10-8% пациентов. И распространенные имели опухолевый процесс, суммарный размер опухолевых очагов, и, как видите, был около 10 сантиметров. И какова эффективность? Эффективность пролголемаба на первый период наблюдения нашей смеси составила 36%, а если еще присоединить и контроль за заболеванием, то процент этих пациентов составил почти 70%. Причем следует отметить, что я вам говорила, что сравнивалась дозировка 1 мг на килограмм веса и 3 мг. Так вот дозировка 1 мг, она нисколько не уступала, и даже в такой минимальной дозировке препарат показал свою эффективность. Если говорить о проценте общей выживаемости у пациентов и выживаемости без прогрессирования, здесь вот данные не очень хорошо, наверное, видно, в течение года более 60% переживали рубеж одногодичный, и безрецидивная выживаемость более 30%. Те пациенты, которые отвечали на лечение, как и при любом другом иммуно-онкологическом препарате, у них длительность ответа, как правило, была большая, длительная, и можно считать, что заболевание переходит на хроническую фазу, и таких пациентов было немало, 42 из 26, с частичным и полным ответом. И если говорить о меланоме, играет ли роль наличие мутации БИРАФ, так вот это исследование показало, что препарат работал одинаково эффективно, как в группе пациентов, которые имели БИРАФ-мутацию, и те пациенты, которые эту мутацию не имели. Если больные получали в первой линии лечения, нелеченные пациенты, конечно, у них эффективность была больше, как общая выживаемость, и выживаемость без прогрессирования, и частота объективных ответов. Там, вы помните, была в общей популяции 36%, а здесь она уже определялась практически у половины числа пациентов, составляла 48%. И если стратифицировать пациентов по ПДЛ-1, то, что мы пытаемся сделать, хотя при меланоме мы, как правило, не определяем, это не является фактором для назначения препаратов, потому что любой новый препарат намного эффективнее, чем химиотерапия, золотой стандарт декорбозин, который использовался. Но, тем не менее, у тех пациентов, у которых уровень ПДЛ выше, они лучше отвечают на терапию. И опухолевая нагрузка также посмотрелась, тоже является независимым предиктивным фактором, поэтому, конечно, при выборе терапии можно учитывать этот фактор, но это не причина для отказа пациентов не назначать препарат. Если говорить о профиле нежелательных явлений, то следует сказать, я уже говорила, препарат обладает некоторыми другими структурными изменениями. Есть лаломутация, которая обуславливает некоторое снижение нежелательных явлений. В частности, посмотрите, частота нежелательных явлений 3-4 степени была в небольшом проценте, это было всего 8%. И прекращение терапии было у 3% пациентов. И основные нежелательные явления, в общем-то, они очень похожи спектр нежелательных явлений, как и у других препаратов, у неволумаба, у пембролизумаба и у других препаратов. Конечно, больные однозначно требуют также наблюдения за пациентами. Мы наблюдали несколько пульмонитов. И самое здесь главное, об этом мы сегодня будем говорить, должен быть, конечно, контакт с пациентом, у врача, который назначает иммуно-онкологический препарат. По времени купирования нежелательных явлений, в общем-то, это время тоже не отличается особенным образом от других иммуно-онкологических препаратов. Все нежелательные явления рано или поздно, они купируются и должны адекватно лечиться. Как видите, время их появления не может возникновения от первого введения, через одну неделю, через две недели от начала лечения. И могут продолжаться достаточно длительно, особенно изменения со стороны легких. Они могут быть и до 7 месяцев. И эндокринопатия, о которых сегодня будут останавливаться в целом, тоже будем говорить. Но, как правило, они носили недлительный характер. В целом, препарат переносился достаточно удовлетворительно. И с тяжелыми нежелательными явлениями встречались у редкого количества пациентов, которые у нас потом купировались. И в целом, еще раз хочу сказать, вот я напомнила те новые регистрационные исследования и новые регистрации, которых мы ожидаем в этом году и в начале следующего года. Но я думаю, что когда мы встретимся уже с вами в следующем году, появятся еще новые и новые данные, которые позволят нам расширить круг лечения наших пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.